Сегодня в Пакистане совершен террористический акт, ставший одним из самых кровавых в истории. Небольшая группа боевиков движения «Талибан» расстреляла почти полторы сотни человек, главным образом детей. Мир подобной жестокости не видел со времен теракта в российском Беслане. Эту атаку многие мировые лидеры назвали проявлением варварства, а официальный Вашингтон вновь подтвердил свое намерение помогать пакистанским властям в борьбе с террором. Валерий Кипелов продолжит. Под крики «Аллах Велик» убит 141 человек. Из них 132 учащихся школы и 9 преподавателей. Вслед за Австралией печальную эстафету стран-жертв исламского терроризма принял Пакистан. Рано утром по местному времени семеро боевиков-талибов, по другим данным их было 9, ворвались в школу в провинции Пешавар и тут же открыли беспорядочный огонь. На нападавших были пояса шахидов. Никаких требований террористы не выдвигали. Их главная цель, судя по всему, убийство максимального числа детей. Прибывшие к месту событий пакистанские военные и полиция, прочасав здание, уничтожили всех нападавших. Известно, что в школе в момент теракта находились около 500 человек. И если бы силовики прибыли позже, цифры были бы еще страшнее. Пакистанский премьер Навас Шариф объявил трехдневный общенациональный траур. Террористическая организация, ответственная за сегодняшнюю атаку, называется Техрики Талибан Пакистан. Она была основана в 2007 году, является подразделением Талибана и также имеет тесные связи с Аль-Каидой. Сегодня в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что боевики Техрики Талибан стояли за нападением на пакистанскую активистку и правозащитницу Малалу Юсуфзай. Они же организовали теракт в Испанской Барселоне в 2008 году и они же планировали взрыв здесь, на Тайм-сквер, в Нью-Йорке 1 мая 2010 года. Напомню, тогда трагедию сумели предотвратить нью-йоркская полиция и спецслужбы США. Президент самой узнаваемой площади Нью-Йорка Тим Томпкинс в интервью нашему каналу заявил, что Тайм-сквер совершенно безопасное место, несмотря на постоянную потенциальную террористическую угрозу. Сегодня на знаменитом перекрестке Большого Яблока начали символический отсчет 15 дней до Нового Года. Его празднование ежегодно собирает на Тайм-сквер миллионы людей и является крайне привлекательным местом для террористов. Мы вполне уверены в работе нью-йоркской полиции. Еще до 11 сентября в 2000 году Тайм-сквер охраняли лучшие контртеррористические подразделения в мире. Они безупречно охраняли эту площадь каждый Новый Год. Так что и на этот раз я абсолютно уверен, что наша полиция обо всем позаботится. Вскоре после теракта свои соболезнования народу Пакистана, в частности, родным погибших, выразил Белый дом. Администрации Барака Обамы также подтвердили, что Америка продолжит всестороннюю поддержку правительства Пакистана в его стремлении побороть исламский экстремизм. Чудовищное, безнравственное решение напасть на школу, на невинных детей и открыть по ним огонь – это доказательство того, насколько хладнокровными были эти боевики. Я знаю, что многие из них любят описывать свои действия как борьбу ислама против западного мира. Однако сейчас мы четко видим, что это ложь, ведь абсолютное большинство жертв сегодняшней атаки – это мусульмане. Трагическая история в Пешаваре еще не завершилась. Медики и спасатели вечером вторника продолжили осмотр всех помещений школы в надежде найти выживших. Тем временем армия страны атакует позиции пакистанской ячейки Талибана на северо-западе страны. Валерий Кипелов, Анас Итяни, Лев Чеснов, Манхэттен, Нью-Йорк, RTVI.